МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как провести год культуры? В Чебоксарах открылась окружная конференция, на которой работники отрасли культуры делятся своим опытом. К празднику готовы. В Комсомольском районе заканчивается приготовление ко дню республики. Кирпич, раствор, стена. В республике прошел конкурс профессионального мастерства каменщиков. В Чебоксарах начала работу конференция по выявлению и популяризации лучшего опыта в проведении года культуры. Она проходит под руководством заместителя министра культуры России Аллы Маниловой. Алла Манилова в прошлом наша коллега, известная питерская журналистка, обладатель премии «Золотое перо». В 2003 году перешла на государственную службу в правительство Санкт-Петербурга, возглавив комитет по печати и взаимодействию со СМИ. На посту замминистра культуры России курируют отрасль туризма, а также международные связи и вопросы сохранения культурного наследия. Об этом ишла речь на рабочей встрече с главой Чувашии. Михаил Игнатьев заметил, культура как явление не ограничивается одним годом. Задача общества – прививать морально-нравственные ценности ежедневно. В беседе были затронуты и вопросы празднования двух значимых для Чувашии дат. Алла Юрьевна пообещала Министерству культуры республики свое содействие. Я обязательно вам обещаю, что все прослежу, тем более мы готовимся к юбилею. Надо тоже этот момент использовать. Значит, это к юбилея яма. Значит, первая материально-техническая база. Второе направление – сохранение исторических центров малых городов. На конференции, посвященной Году культуры, многие субъекты страны представляли непосредственно министры. Что волнует работников отрасли, как вообще она развивается и какие культурные проекты сейчас необходимы людям. По сути, решения, которые принимались на этой конференции, являются импульсом в дальнейшей работе. С подробностями Дмитрий Ковалев. Насколько уникальна чувашская культура и чем славится край ста тысяч песен, гостям из других регионов принимающая сторона не только рассказывала, но и показывала. В фойе зала Дома правительства развернулась выставка сувениров и картин. Мастера презентовали на ней оригинальные поделки из дерева и миниатюрные куклы в национальных костюмах. В год культуры народное творчество вышло на передовые рубежи. Но что интересует публику и какие проекты в регионах пользуются популярностью? Настало время подводить первые итоги. В отрасли, отмечают все, наметились серьезные перемены. А у самих культоработников появились возможности и финансы для воплощения самых креативных планов. Из консолидированного бюджета на сферу культуры направлено около полутора миллиарда рублей. Это почти на 12% больше, чем в прошлом году. И поступления из федерального бюджета в 2014 году ожидаются в объеме не менее 98 миллионов рублей. На уровне каждой деревни, каждого сельского поселения, муниципального района или города, микрорайона на территории городских округов проводятся десятки, сотни мероприятий с одной единственной целью, чтобы зажигать наших жителей. Ветераны понимают исторические ценности, общечеловеческие ценности, общесемейные ценности. На конференции региональные министры делились опытом. В докладах чиновников самые необычные проекты. В Саранске прямо на улицах установили специальные кабинки, где можно запросто обменяться книгами. В Ашкирии по городам и селам путешествуют в импел Года культуры. Районы, которые принимают этот символ, становятся культурными столицами республики. Фестивали народных танцев и песен, кинофорумы, масштабные выставки. В Поволжье культурная жизнь кипит, но регионы могут и должны быть полезны друг другу. Люди, которые в этом году будут активно работать, и которые уже получают на сегодняшний день поддержку, они уже не смогут, я думаю, работать по-другому. И что самое интересное, население, жители нашей страны, они тоже приобщаются к культуре. Могу сказать на одном простом примере, мы, когда впервые проводили концерт симфонической музыки на открытом воздухе, было порядка 10 тысяч зрителей. На этот раз уже было 20 тысяч зрителей, и наш природный амфитеатр, он уже не вмещал всех желающих. Но в Год культуры думают не только о зрелищах. Ключевой задачей является поддержка работников отрасли. Их заработная плата постепенно повышается, создаются и условия для работы. Тенденция этого года – повсеместная реконструкция домов культуры на селе. В Государственной Думе в помощь культоработникам принимают и дорабатывают законы. Были приняты законы об исторических поселениях, которые освободили, как нам кажется, от излишней бюрократизации, получения разрешений на строительство и на хозяйственные работы. Сейчас активно включились в обсуждение, как нам кажется, глобального документа, который называется «Основа государственной культурной политики». Проект этого документа опубликован. Но участникам конференции было важно поговорить и о проблемах. Где-то не хватает инициатив, а где-то – креатива. Хотя в федеральном министерстве отличные оценки ставят всем регионам. Год культуры стартовал удачно везде. Главное, чтобы никто после не растерял этого задора. Поддержка отрасли продолжится. Для того, чтобы рост престиж работников профессии, для того, чтобы у людей было больше мотивации, и жизнь в них была лучше, конечно, важны и другие формы – жилье. Эту проблему жизнь с повестки дня не снимает. Что было сделано уже в год культуры – подробный отчет об этом сейчас готовят президенту страны в федеральном министерстве. Включат и предложения регионов, в том числе и участников этой конференции. Митрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Госсовет Чуваши сегодня утвердил ряд поправок в действующее законодательство. В основном речь шла о республиканских документах, но один вопрос был исключением. Поправки к Конституции России сегодня обсуждают во всех регионах. Законопроектом предусматривается расширить представительство Совета Федерации, включив состав Палаты представителей Российской Федерации. Также наши парламентарии одобрили изменения в закон о налоговом регулировании. В части установления сроков уплаты по транспортному налогу, ежегодной индексации платежей субъектов предпринимательства, работающих по патентной системе налогообложения. Подробнее в пояснительной записке Минфина, которую можно найти на сайте Госсовета Республики. Согласно изменениям, внесенным в закон об образовании, школьная форма вновь обязательна для всех. Но какой именно она будет, школы республики вправе решать сами. День Республики в этом году традиционно пройдет на двух площадках. В Чебоксарах и в Комсомольском районе. Именно этот муниципалитет выиграл право принимать гостей. Как район готовится к празднику, узнавала наша съемочная группа. Как обычно, программа состоит из двух частей. Собственный праздничный и деловой, точнее, социально значимый. К Дню Республики приурочили открытие двух объектов. Первый – 19-квартирный жилой дом в районном центре. 12 квартир предусмотрены для жителей по программе «Ветхое жилье» и 6 квартир по программе «Детям-середам». Готовность практически стопроцентная. Строители завершают отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Так что новоселье состоится в срок. Вовремя переедут в новое помещение и метработники поселка Киров Комсомольского района. У мая здесь началось строительство фельдшерско-кушерского пункта. Сейчас здание практически готово. Осталось только подключить ФАП к системе газоснабжения. Елена Гальперина, Елизавета Зайцева, Антон Вовк, Республика. Все зрители национального телевидения «Чуваши» смогут присоединиться к празднованию Дня Республики. 24 июня мы организуем несколько прямых трансляций. В 10.45 из Комсомольского района, в 12 – с Красной площади Чебоксар, где пройдет Акатуй. А с 18 часов в прямом эфире зрители национального телевидения смогут увидеть галоконцерт фольклорного фестиваля «Родники России» и показательные выступления участников фестиваля фейерверков. Не пропустите! В «Чуваш-автотрансе» новый руководитель. Сегодня Евгений Мореплавцев встретился с журналистами, чтобы рассказать о перспективах предприятия, как он их себе представляет. Евгений Мореплавцев уже 8 лет работает в системе «Чуваш-автотранса», так что все проблемы и трудности предприятия знает не понаслышке. Главное, что заботит правительство Чувашской республики Минтранс, это то, что сделать предприятие менее убыточным, а в последующем, значит, выйти на рентабельный уровень. Такая задача при определенных структурных и производственно-экономических преобразованиях реальной в течение двух-трех лет ее можно реализовать. Как заверил новый руководитель, предприятие продолжит выполнять социальную функцию, перевозить льготников, а зарабатывать будет, открывая новые маршруты. Большую экономию средств даст дальнейшее расширение автопарка, работающего на газомоторном топливе. Это уже позволило сэкономить достаточно средств. За полгода прибыль составила более миллиона рублей. Своей задачей, кроме этого, Евгений Мореплавцев считает и наведение порядка на рынке пассажирских перевозок, когда существуют неравные условия между госпредприятием и частниками. Татьяна Молкова, Антон Вовк, Республика. Конкурс профессионального мастерства «Лучший каменщик Чуваши-2014» прошел в 6-м микрорайоне города Чебоксары. Наша съемочная группа побывала на этом соревновании профессионалов своего дела. Архитектурные ансамбли, колоннады, полуарки – все это в буквальном смысле слова – дело рук каменщиков. Именно каменщики высокой квалификации способны поразить своими творениями. И в этом году после долгого перерыва соревновались в ловкости и мастерстве профессионалы шести организаций на конкурсе «Лучших каменщиков Чуваши». Я думаю, что все очень равны. Это на самом деле видно на сегодняшний момент. Все идут достаточно ровно. Сложных моментов у этих людей, я думаю, нет. Потому что это их жизнь, это их работа, это то, чем они кормятся, то, чем они живут. То есть глины и песка у нас очень много, и сам Бог велел строить нам именно в этом исполнении. Разумеется, каменщики здесь у нас очень востребованы. Да что тут говорить, они у нас по всей России ценятся. Поэтому конкурс этот необходим, и проведение его всегда будет правильным. Работа семизвеньев и шестичасовой рабочий день – именно в таком режиме проходит сегодня конкурс. В этом соревновании лучшим признают того, кто быстрее и качественнее выполнит свою работу. Вот только это еще не все. Обращать внимание при подсчете баллов будут и на мероприятия по охране труда. Критерии качества охраны труда и объемы, конечно. Из-за объема сколько кубов клали, и какое качество, и технологии кладки по этим критериям расселены. Кладка кирпичей, создание напусков и поясов – для кого-то это просто набор слов. Но не для участников данного соревнования. Строить дома – их призвание. Защитить, честь своей фирмы. Не знаю, может быть, как-то себя показать. Все тут люди, так что, думаю, возможности у всех одинаковые. Подобный конкурс не проводился в республике уже довольно давно. И сегодня, так сказать, возрождение традиции. Кстати, лучшие каменщики этого года будут представлять Чувашию на подобных конкурсах федерального масштаба. Юлия Важенина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Такой была информационная картина дня. Я с вами прощаюсь. Впереди еще репортажи об участниках выставки региона «Сотрудничество без границ». Она начала работу сегодня. До свидания. Ростелеком на выставке региона «Сотрудничество без границ» представил самые интересные предложения для своих клиентов. Предприниматели малого и среднего бизнеса Чувашии смогут ознакомиться с информационными продуктами на базе облачных технологий. Сегодня мы не просто обеспечиваем наших корпоративных заказчиков всеми необходимыми услугами связи, но и предлагаем им комплексные решения, позволяющие значительно экономить средства на содержание IT-сегмента, что особенно актуально для стартап-проекта. Сервисно-поисковая платформа «Спутник» на базе единой поисковой технологии развивает социально значимые интернет-сервисы. Проект, представленный на выставке, будет полезен дома и на работе, поможет сэкономить время и деньги. Компания «Ростелеком» также организовала демонстрационную зону услуги «Интерактивное телевидение». Основной плюс нового формата – это возможность управлять просмотром. Например, поставить программу на паузу, вернуться к началу или посмотреть интересный эпизод. К примеру, прямая трансляция первого матча сборной России по футболу на чемпионате мира велась сегодня поздно ночью. И те, кто так и не смог посмотреть футбол в прямом эфире, может это сделать в любое для себя удобное время, перемотав программу передач назад. Еще один приятный сервис от «Ростелекома» – видеопрокат. Это отличная возможность смотреть лицензионное видео в хорошем качестве, недорого и без рекламы. Достаточно щелкнуть пультом – полуторатысячная видеотека фильмов и сериалов к вашим услугам. Поклонники сериалов могут брать на прокат как отдельные эпизоды, так и целые сезоны в форматах HD и 3D. Для любителей караоке есть коллекция популярных отечественных и зарубежных композиций. Посетители стенда «Ростелеком» смогли убедиться, что возможности интерактивного телевидения безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok В этом году в рамках проведенного мониторинга Министерства образования и науки Российской Федерации Педагогический университет показал хорошие результаты. Мы в числе успешных вузов, эффективных вузов. Педагогический университет активно развивается. Начинается приемная кампания. Мы, конечно же, ждем наших абитуриентов. Все, что мы делаем, это на благо нашего педагогического университета и на благо Чувашской республики. Чувашский государственный педагогический университет – универсальная площадка для всестороннего развития личности. Руководство вуза всегда поддерживает все выездные форумы, слеты, конференции. Обучаясь в Чувашском государственном педагогическом университете, я обрела не только наставников, но и прекрасных друзей. Также я нашла любимое дело. Я училась по специальности логопедии и в дальнейшем собираюсь связать свою жизнь именно с этой профессией. Ну, так как и все мои одногруппницы тоже. Активные, веселые, любознательные, талантливые – все это про студентов ЧГПУ. За отличную учебу и участие в различных мероприятиях вуз предоставляет им возможность отдохнуть на море. Бесплатные путешествия и экскурсии – это заслуга и студенческого самоуправления. В университете действуют около 50 кружков и студий. На межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ» можно из первых уст узнать, как живется в этом учебном заведении. В Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлевича Яковлева студенты не только учатся, но и реализуют свой творческий потенциал, участвуя в различных конкурсах и фестивалях. Одним из самых ярких творческих коллективов вуза является театр мод «Королевство снов». Сейчас вы на девушках видите костюмы из последней коллекции, расправляя крылья. К тому же театр мод – обладатель гран-при театрального направления российской студенческой весны. Коллектив вошел в золотой фонд фестиваля. Такой чести удостоены всего 8 коллективов из всей страны. Август. Крупнейшая российская компания по производству и продаже химических средств защиты растений. Ее основная производственная база – филиал компании «Завод смесивых препаратов», который находится в Урнарах. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 60 номинований. На сегодняшний день на производственной площадке филиала имеются 12 технологических линий, что позволяет выпускать пестициды различных форм с ежесуточной производительностью до 150 тонн. Или, если переводить в годовой объем производства, 50 тысяч тонн. Это практически позволяет покрыть всю потребность в пестицидах Российской Федерации. Компания вышла на международный рынок, поэтому производственные мощности с каждым годом растут. Сейчас строятся складские помещения. Это позволит поддерживать объемы круглогодично. Август 1-я и единственная отечественная компания по производству пестицидов, прошедшая сертификацию по трём международным стандартам – менеджмента качества, экологии и безопасности персонала. Экологической безопасности здесь уделяют особое внимание. Все препараты упаковываются в специализированные коэксные канистры, которые имеют внутренний защитный слой. Мы начали фасовать продукцию в бинарную тару. Также ещё одно направление, которое мы взяли – это фасовка препаратов в водорастворимую упаковку. Это позволяет в процессе применения исключить образование отходов тары с остатками продукции. Такая упаковка удобна для потребителей, кроме этого экологична. Для владельцев личных подсобных хозяйств и дачников Август выпускает препараты в мелкой фасовке. Уже в июле в филиале компании планируется открытие линии по производству флаконов от 15 до 100 миллилитров. Август и в дальнейшем планирует выделять значительную часть доходов на развитие. С каждым годом столица Чувашии преображается, становится всё более привлекательной. Большую роль в развитии города играет архитектурно-проектная мастерская «Мой город». Предприятие основано в апреле 2007 года. За это время фирма выполнила более 150 проектов, среди которых крупные жилые, административные и многофункциональные комплексы и промышленные здания. Архитекторы активно участвуют в подготовке генплана «Чебоксар». В проектной мастерской работают высоко квалифицированные специалисты по всем основным строительным специальностям, что позволяет осуществлять комплексное проектирование объектов строительства различного назначения. Кадровая основа – это сочетание многолетнего опыта профессионалов-практиков и с опорой на молодых местных выпускников строительного факультета Чувашского государственного университета. Коллектив наш очень трудолюбивый. Одно из профильных направлений для архитектурно-проектной мастерской проектирования религиозных объектов. Сегодня в портфолио компаний их насчитывается более 30. Это и храмы, и церкви, и комплексные сооружения. К примеру, храм святой мученицы Татьяны. Основной заказчик мастерской «Мой город» – строительная компания «Туз», застройщик микрорайона «Университетский-2». Сейчас в микрорайоне проектируется школа со спортивным уклоном, рядом с которой будут находиться крытый ледовый каток и универсальный спортивный зал. Главная задача, которую ставит перед собой коллектив, это комплексное проектирование с использованием возможностей современных технологий для обеспечения комфортной, цивилизованной жизнедеятельности людей в благоприятной среде. Воплощение многих проектов, преображающих облик городов, уже сегодня можно увидеть в Чувашии и в других регионах России. Сотрудники фирмы не стоят на месте. Расширяется объем и направление работ от заправочного комплекса до междуогороднего автовокзала, от дома до ледового дворца. Результаты работы отражаются в многочисленных наградах и премиях. В 2012 году архитектурно-проектная мастерская «Мой город» вошла в золотой фонд строительного комплекса России. Марка Пахатери известна во всем мире. Ей уже более 90 лет. Сегодня эта компания – ведущий центр по вышивке. Фирма художественного промысла Пахатери является единственным предприятием в Чувашии, которое занимается на промышленном уровне производством изделий с чувашской вышивкой. Фабрика производит национальные чувашские костюмы, русские костюмы, повседневную одежду с чувашской вышивкой, сувенирная продукция. На этой выставке фирма художественных промыслов Пахатери представляет свадебные национальные костюмы. В последнее время они пользуются все большим спросом. «Мы будем рады жителям и гостям нашей республики в нашем магазине «Чувашская вышивка Пахатери», который находится по адресу Ярославская, 34-8. Ждем всех вас! Большим спросом пользуется и спецодежда торговой марки «Вилан». Сегодня на выставке компания представила новую коллекцию. «Мы понимаем и знаем, насколько важна качественная спецодежда для здоровья человека. И этому уделяем самое большое внимание. Мы в своих моделях используем только высококачественные ткани отечественного и зарубежного производства». На международном конкурсе лучшей товары и услуги «Геммак» компания Пахатери за представленную медицинскую одежду под брендом «Вилан» получила высшую награду – золотую статуэтку за высокое качество производимой продукции. Фабрика спецодежды «Вилан», адреса магазинов, город Чебоксары, Вурнарское шоссе, дом 10, остановка МТВ-центр, город Новочебоксарск, улица Советская, дом 7, магазин Чувашской вышивки Пахатери, улица Ярославская, 34, дробь 8. Адрес производства – Чебоксарский район, поселок Угеси, улица Шоссейная, 25. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...